Пристройка к школе в Медвежьих озерах, по сути, это новое здание, соединенное со старым, практически достроено. В субботу ход работ проинспектировал глава района. Отставало крыло, где расположен актовый зал, но за последнюю неделю и оно подведено под крышу, более того, монтаж кровли уже начали. Здание полностью остеклено, установлены отопительные приборы, осталось подключить их к системе и запустить отопление, что будет сделано в ближайшие дни. Алексей Валов запланировал провести совещание штаба строительства, чтобы уточнить сроки выполнения отдельных работ на таком нужном жителям Медвежек социальном объекте. Темп, который взяли строители, позволит нам до конца года эту школу вести в эксплуатацию. Сейчас заключение соответствия будет, работа развернута и по всем системам внутренним, инженерным, и благоустройство. Не такими темпами, как хотелось, конечно, идет, но по зимнему варианту сделаем. По максимуму на все помещения будут выделены дополнительные силы, для того, чтобы закончить их установлены сроки. Продолжаются работы по реконструкции старого моста. В выходные дни рабочие готовились заливать бетонное основание. С помощью горячего пара растапливали снег. Пешеходный мост строится рядом с действующим. После открытия по нему движение, а это обещают к Новому году, наконец уйдет в прошлое горбатый деревянный настил, и переход через Клязьму в центре города станет комфортным. Как было обещано, в декабре открывается для жителей новая набережная на правом берегу Клязьмы. Говорю именно так, неопределенно, потому что официально ходить по набережной пока еще нельзя. Но это тот случай, когда, если очень хочется, то сами знаете. Строители почти закончили все работы, запланированные на этот год. Жители уже в полной мере могут пользоваться обоими мостами – ШТФ и Технотканским. Осталось наладить систему уличного освещения, чтобы работали все 157 фонарей. Установить и подключить к системе «Безопасный регион» камеры видеонаблюдения. Отрегулировать вопросы уборки снега. Подрядчик заверил – спецтехнику брусчаткой бетоннабережной выдержат. Уборка у нас сейчас делать, и мы согласны. Мы уже из питания сделали трактор, подняли на него. Сдержит, да? Да, все, конечно, все, уже схватился. Основная причина, почему сейчас еще нельзя однозначно разрешать прогулки по новой набережной, связана с безопасностью. Установка металлических перил еще не завершена. Но окончательная сдача объекта – дело нескольких дней. Видим, что там ходят люди, но пока нельзя, потому что необходимо все-таки закончить ограждение, которое вдоль реки идут. Это все-таки определенная безопасность, мы это все понимаем. Алексей Валов также посетил стройплощадку моста через Клязьму в микрорайоне Соболевка. Здесь заметные подвижки. Количество рабочих увеличено до 70 человек. Ведутся буронабивные работы на левом берегу. Готовится площадка для сооружения опоры моста на правом. Строители постараются до Нового года установить пролетную конструкцию моста. Она прибудет на площадку в ближайшее время. Ферма – такая вещь, она будет готова где-то с 8 по 12. Для того, чтобы ее установить, надо подготовить площадки. Время завода-изгновители готов это сделать. Мы отстаем немножко по буронабивным работам по левой стороне клязь. Сейчас видели, там работа полумходом, 4 сваи буронабивные. Ежедневно вбивает 50 штук на обеде. Зима потихоньку вступает в свои права. Как только ударили первые морозы, во всех поселениях начались работы по заливке катков на открытом воздухе. Один из них традиционно заливается на детском стадионе в микрорайоне Дальний Воронок. Всего же в нашем районе этой зимой будут работать 18 ледовых площадок. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».